я не претендую на звание тактического гуру и все что вы услышите в этом видео лишь отражает аспекты моего видения тактики она может быть неправильным она может быть оспоренным она может в конце концов быть лишь плодами моего воспаленного воображения но как говорит василий уткин которого я уважаю не только за схожесть фамилии но и за высочайший профессионализм я нахожусь на собственном youtube канале и могу делать и говорить здесь абсолютно все что я хочу но меня зовут артем уточкин я рад приветствовать вас видео как не запороть тактическое преимущество если вы активный любитель настольного тенниса но при этом впервые натолкнулись на мой канал то по ссылке в описании вы найдете серию из шести подробных уроков по технике базовых элементов которые уже посмотрела с пользой для себя более 10000 человек фишка этих уроков в том что они находятся в закрытом доступе чтобы их посмотреть вам нужно будет выполнить пару несложных действий на специальной страничке ну а мы стартуем начну сразу с той модели которую я так или иначе насаждаю своим подопечным а именно то что тактику определяет стратегия игры то есть в первую очередь это та игра в которую ты играешь те игровые положения которые стремишься выполнить и те игровые ситуации которые пытаешься создать на столе пытаешься создать потому что тебе в них комфортно ты в этих ситуациях как рыба в воде ты бывал в них тысячи раз и входя в очередной раз в типичный именно для тебя розыгрыш ты ориентируешься в нем в разы лучше соперника это разознащить противника в созданный тобой лабиринт и соревноваться в том кто быстрее найдет выход да у соперника есть шанс выйти но он должен ориентироваться по ходу а ты создатель лабиринта тебе каждая стенка здесь знакома вот это и есть стратегия для тех кто не понял кратко и по делу стратегия это не подстраивание под соперника а насаждение ему своей игровой модели в которой ты чувствуешь себя очень комфортно тактик же в моем понимании это локальное изменение каких-то нюансов направлений которые укладываются в твою стратегию и не противоречат ее постулатам например начало атаки топ спином справа кому-то удобно играть через более плотный топ спин а кому-то комфортно действовать через топ спин с сильным вращением определение этого момента есть один из аспектов стратегии а вот куда в конкретном матче будет направлен этот топ спин уже относится к понятию тактики и один из постулатов которые я вбиваю в голову своим подопечным и которые хочу порекомендовать вам звучит так разбавляй то есть если ты нашел какую-то точку на столе из которой соперник плохо принимает твой топ спин то после трех-четырех топ спина в эту точку ты должен выполнить один топ спин в другую точку не потому что это принесет тебе очко теоретически может получиться даже наоборот а для того чтобы следующие три-четыре топ спина ты вновь мог безболезненно направлять в найденную неудобную для соперника точку давайте теперь более конкретно представьте что ваш соперник хорошо принимает топ спин с углов и справа и слева но с приемом из центра у него явные проблемы вы начинаете матч и первые четыре топ спина направляете в центр стола первые три раза соперник ошибается явно потому что банально не готов а вот на четвертом топ спине ошибается но при этом уже понимая куда вы играете и предпринимая попытку осознанного контр действия теперь если вы тупо продолжите бомбить в центр то вскоре противоядие будет найдено например соперник начнет заранее занимать позицию в центре стола для игры блоком слева поэтому после трех-четырех удачных действий центр вы должны разбавить свою атаку топ спином в угол с одной стороны вы рискуете что соперник с углов примет лучше поскольку это удобно для него точки но с другой стороны вы заставляете соперника дернуться и в нескольких последующих розыгрышах сомневаться в том куда пойдет ваша атака а сомнение порождает неуверенные действия что в итоге дает вам преимущество и даже нечто больше вы начинаете вести игру то есть в этот момент матча вы являетесь кукловодом и тактический рисунок разворачивается под вашу диктовку вы по мысли на шаг впереди соперника и он вынужден вас как бы догонять а сейчас еще чуток углубимся в мысли соперника наблюдательный и дальновидный зритель может сказать простите уважаемый артем уточкин а что если соперник вместо того чтобы угадывать направление начнет искать точки с которых мне неудобно будет начинать атаку вопрос резонный и я отвечу что если вы нашли такого соперника то ценить его и наслаждайтесь тактической борьбой которая будет идти весь матч а на деле таких умных спортсменов удается встретить не часто причина в том что даже очень неглупый человек в ситуации когда он находится под тактическим прессингом начинает мыслить очень упрощенно он постоянно ищет ответ на вопрос куда мне сыграют и забывает задать себе более правильный вопрос куда я должен сыграть вернемся вновь нашему воображаемому рисунку игры если вы и впредь будете разбавлять свой первый топ спин после 3-4 раз направляя его в угол то вы сохраните для себя на весь матч возможность набирать очки в этой слабой точке соперника то есть вы приносите в потенциальную жертву некоторые очки чтобы сохранить за собой комплексное тактическое преимущество хотя скажу вам из богатого личного опыта что вот такие разбавления по факту не будут жертвами наоборот часто вы будете набирать очки играя в казалось бы изначально удобные точки для соперника причиной ошибок соперника будет то что он находится в постоянном напряжении и вынужден каждый раз угадывать куда вы сыграете и рассмотрим другой расклад вы злоупотребили атакой в центр стола и дождались того что соперник смехнул что к чему и начал заранее заходить в центр для приема левой стороной и вот уже он из центра начинает уверенно принимать какую-то неудобную для вас точку все бы в этой ситуации ничего если посмотреть на нее со стороны но в момент игры 90 процентов из нас находится под влиянием эмоций и получив один-два раза хороший прием из центра вы либо собьетесь на атаку по углам где преимущество уже будет у соперника либо будете продолжать играть в центр и пытаться ответить себе на вопрос куда мне сыграть а если вы в течение последних двух минут не отвлекались на смски и внимательно слушали меня то помните что тот кто отвечает на вопрос куда мне сыграют находится в лабиринте владельцем же лабиринта является тот кто отвечает на вопрос куда я должен сыграть но как мы опять же выяснили под давлением эмоций мы часто ответить себе на этот вопрос забываем краткий итог выше сказано если вы нашли какую-то точку на столе откуда соперник играет откровенно слабо то после трех четырех победных действий разбавляете ее игрой в другую точку даже под риском того что соперник оттуда сыграет более уверены такие небольшие жертвы помогут вам в течение всего матча сохранить за собой возможность стабильного набора очков в точке где соперник откровенно слаб делая осознанное разбавление именно вы будете владеть невидимой но вполне осязаемой нитью игры дорогой друг сейчас мы поговорили про довольно тонкие моменты которые с одной стороны требуют анализа для понимания усвоения с другой при осознанном применении дают нешуточное преимущество а если они используются не разово а становятся окрепшей частичкой вашей модели игры то и вовсе превращаются ступеньку на новый уровень в вашей карьере короче говоря если вы в данный момент охотитесь за какой-то одной единственной не берущейся подачи и надеетесь таким образом обыграть всех соседей по лестничной клетке то скорее всего не сможете воспользоваться в полной мере этой информации а вот если вы уже поняли что настольный теннис это смесь сложной техники поистине шахматной тактики и быстро меняющийся по ходу матча психологии то я хочу обратить ваше внимание на запись эксклюзивной программы которая называется умней соперника 7 сценариев матча и 5 соревновательных фишек умней соперника это уникальная двухдневная онлайн программа в которой вы узнаете целый комплекс сценариев матча получите точные указания как не действовать и освоите ряд полезных фишек которые будут приносить вам очки в самый нужный момент эта программа научит вас понимать подводные течение матча и ориентироваться в них лучше соперника безошибочно улавливает момент когда реализуются какой-то сценарий и в этой ситуации действовать умнее соперника часть сценариев будет разобрана на конкретных матчах звезд в этих матчах я подробно прокомментирую по какому сценарию он развивался и что было сделано чтобы его обойти совокупности после проработки программы вы начнете понимать подводные течения матча будете действовать значительно увереннее в каждой ситуации, будете знать варианты развития игры и предугадывать действия соперника, поднимите свой уровень игры, даже не улучшая тактические элементы и сможете в разы более эффективно и профессионально подсказывать вашим ученикам или партнерам по команде. Если вы хотите взлететь по уровню игры над основными конкурентами, то программа «Умней соперника. 7 сценариев матча и 5 соревновательных фишек» — это самое полезное средство для достижения цели. А рассказываю вам про нее не просто так. С 24 по 26 июля мы проводим акцию, в течение которой вы сможете приобрести данную программу на очень выгодных условиях. Смотрите, стандартная стоимость программы составляет 4000 рублей, а в течение акции с 24 по 26 июля вы можете получить ее всего лишь за 2790 рублей, то есть со скидкой 30%. Разумеется, что 24 июля вы будете оповещены о том, что акция стартовала. Ну а мы с вами встретимся буквально через два дня в следующем видео по тактике, в котором я расскажу вам о том, как в процессе равной борьбы создать себе тактическое преимущество. С вами был Артем Уточкин, я желаю вам отличного дня и категорических успехов в настольном теннисе.